Всем привет! Добрый день! Мы опять в дороге. У нас выпали длинные выходные. В общем, мы решили посидеть в этот раз Париж. Мы туда давно хотели попасть, собирались уже пару раз, почти собрались. И, в общем-то, что-то получалось не так, и мы откладывали. Ну, а в этот раз решили всё-таки доехать. Подарок на 8 марта. Мне подарок 8 марта. Поездка в Париж. В общем, начинается всё очень и очень интересно. Посмотрим, как будет дальше. Где-то я даже слышала, там проблёскивала, походить по магазину и что-нибудь посмотреть, купить в Париже. Посмотрим. В общем, время у нас не сильно много, но я смотрю, муж меня начинает баловать не просто так. Тебе покупки нужны или сам Париж? Я и то, и другое не против и побольше. В общем, в Париже мы ещё не были. Это первый раз. Конечно, первым делом мы хотим посетить Эфелеву башню. Мы заказали себе, уже забронировали через интернет-отель на пару ночей. Ну и, в общем, сейчас мы едем первым делом в отель. А там посмотрим, как мы спланируем нашу вторую половину дня. Мы планируем сегодня ещё успеть куда-нибудь сходить погулять. В общем, сегодня должна быть погода солнечная, красивая. В общем, надо пользоваться этим моментом. Завтра по интернету стоит облачность. И уже будет не так весело всё это. В общем, если вам интересно, наливайте чашечку кофе и усаживайтесь поудобнее. Мы уж два часа как удобно сидим и даже попили кофе. Приятного аппетита и приятного просмотра. Приехали мы на заправку. Мы приехали на зарядку. Я до сих пор не отвыкну от заправки. Да, да. Заряжаемся сейчас. Проехали где-то 280 километров, почти полпути. Это наша первая зарядка. Хотели снять, выйти, поснимать и вам показать, где мы в Бельгии находимся, на улице. Но там снег моросит. И вообще туда не хочется. Мы решили не с ней выходить. Полчаса заряжаемся и едем дальше. Показывает нам, что надо полчаса. Это уже хватит нам до места, да? Нет, потом еще одна будет. Но там показывает, 15 минут нам нужно будет зарядиться. Так что полчаса пьем чай и едем дальше. Пьем чай и едем дальше. Гулять не пойдем, нет. Там снег идет. Мокрый, холодно, сырый и вообще... Какая вот весна у нас, март. Неприятно. Не, не у нас, в Бельгии. Вот, там, наверное, видно, как идет снежок мелкий. В общем, думали, что сходим покушать, погуляем. А что-то здесь такое место, что кушать идти некуда. Что-то какие-то высокие здания, отели. А там вообще пустырь непонятный. Моросит снежок вот такой. В общем... Все смотрят, что это заряжается. Ездим мы по Бельгии уже, наверное, сколько? Минут 20? Интернет у меня вообще в Бельгии не ловит. Я не могу элементарно найти Бургер Кинг или Макдональдс. Куда-нибудь заехать пообедать. Просто не ловит мой интернет здесь. В общем, мы ищем, где нам можно перекусить. Просто приезжая и глазами ища. Так как интернет не показывает ничего. Пустая карта. И только мы через GPS. Хорошо хоть мы движемся. В общем, нашли мы, случайно увидев какой-то значок с Бургер Кингом. И теперь вот едем, пытаемся его найти. Так что Бельгия нас встретила без интернета. Вот. В общем, заказали мы в Бургер Кинге сейчас нам меню. Ждем наш номерок. Мы поднялись на второй этаж, так как здесь теплее. И выбрали себе вот такое вот место. В общем, ждем наш заказ. Ехали мы, ехали. Решили сделать паузу. Остановились на такой вот небольшой парковочке. Смотрите, с каким видом мы пьем чай. Прямо над дорогой остановились. Едем мы вот такими полями, деревушками. Красивыми всякими улочками. Есть на что посмотреть. Сказала, что в день. Мы во Франции. Где мы? Надо чай остывать. О, а ветер все равно холодный. Сейчас. До Парижа осталось нам. 160 километров. В общем, красота. Мы едем и наслаждаемся этими пейзажами. Так хочется уже на улицу. Солнышко пригревает. Здесь сразу другая погода. Солнце, да? Да, сразу другая такая атмосфера. Так было. Там было минус 2 мы ехали днем. Вот уже буквально сколько тут мы? Около 100 километров проехали. Там было минус 2, где мы кушали. А сюда приехали вот. Уже солнышко вместо снега засветило. Хотя на улице холодно. Плюс 3, но как-то солнышко все-таки атмосферу другую дает. Солнце выглядит хорошо. В общем, едем дальше. Приехали мы на очередную зарядку. Нам осталось до отеля, который находится в центре прям. Перед самой Эфелевой башней находится. Полчаса ехать. Мы хотим дозарядить машину так, чтобы после мы могли там еще покататься везде, чтобы не бегать, не искать на эти 2 дня зарядку. Сколько она нам говорит времени надо? До полной. Ну, где-то полчаса. До полной полчаса. Но мы, наверное, не будем до полной. Последние 10 минут будут медленно идти. Вернее, последние 10 киловатт. Ну вот, возвращаемся мы с Макдональдса. Опять полуфабрикаты. Опять полуфабрикаты, фастфуд. Мы же за здоровую пищу. В отпуске мы не за здоровую пищу. Ну а что? Хлеб, мясо и салат. Разве это не здоровая пища? Точно. Промазанная кетчупом или майонезом. Очень даже здоровая. А у меня вообще салатик. Тоже с мясом, капустой и сухариком. Это мой салатик. Я себе взяла салатик, а Денис себе взял в 10 пакетиках. Прям все. Ой, ну у тебя там картофель. Я не буду туда доставать. Так, пока поставлю. Так, напиток, напиток. Еще минуток. Так, я готова. Третьего? Третьего 15 минут. Не успели, наверное, поесть. Кстати, если вы заметили, мы все взяли с собой. Это по той простой причине, что мы не успевали спокойно там покушать. Дело в том, что нам Тесла показала полчаса заряжаться. Если она останется заряжаться, заряженная на зарядке, дальше, то идет подключенная, да, полная зарядная батарея и подключенная к зарядке, то там накладывается штраф. Вот. В общем, чтобы штраф не переплачивать, не рисковать, нам пришлось взять с собой. Вот так. Так что мы будем, ну, в таких более сжатых обстоятельствах. Всем приятного аппетита. Какой у меня салатик диетический. Там и мясо, там и сыр, и салатик, конечно. Еще где-то сирена. Дальше мы до парковки, в которой находится рядом с нашим отелем. Припарковали нашу Теслу. И теперь пойдем в отель. Решили с парковки идти в отель. Сначала хотели в отель подъехать, выгрузиться там все с чемодана, потом отогнать машину. Но кругом пробки, кругом все. Фоли дихт. Так что, в общем, передумали. Так, выйти, похоже, мы отсюда не сможем. Все закрыто. Дверь есть, но закрытая. Надо, наверное, идти туда, вот к нему. В информационку спрашивать. В общем, двери, если ручки нет, надо толкать. Если ручка есть, надо тянуть. Вот так. Не со всех сторон есть ручки. Так, лифт. Успели. Вот такой вот вид, выйдя с нашей парковки. Здесь вот как раз наш гараж. И к отелю нам надо где-то вот здесь пройти по улице. И рядышком за углом должно быть. Удивляемся сегодня. Смотрим, что очень много вот бегают, раздетых, гуляют. Сейчас были в Бургенкинге дети в футболках. И вообще сегодня очень много народу во Франции, которые просто в шортах и футболках ходят по улицам. Не то, что спортсмены, а простые люди, наверное. В общем, видимо, здесь, если март-весна, то можно раздеваться. Или нужно раздеваться. Да, очень сложно нам тут разобраться. Навигатор парится. Не может найти, в общем, место наше. Зашли мы в один. Название соответствует, но там совсем не то. Вот другое. Сказали дальше идти. Наша комната 507. Все, сказал, наслаждайтесь. Это пятый этаж. Пятый этаж, да. Wi-Fi дал, паспорт. А за что мы дополнительно еще заплатили? Туристын такса. А это что по-русски? Туристический налог, не знаю. Сколько? 7 евро. За двоих? За два дня? Нет, за три дня. Пойдешь налево, коня потеряешь? Пойдешь направо, чего-нибудь обретешь? Что-то здесь с этажами как-то интересно. Комешно. А ты вообще видишь, где он? А, вот 507. Спускаешься вот так вниз прям. И сразу дверь. Короче, этаж на полэтажа. Короче, тут лучше не снимать. Это какая-то одноравня. Это бомбровская. Все, как и все. Вон, два раза хуже день, чем я был. Ну, по крайней мере. А на картинке вроде все так красиво было. И такая комната была большая. А оказалось, совсем тесненько. Ну, центр. Днем нас здесь все равно не будет. Нам только ночевать. Ну, по крайней мере, ванная комната большая. Хотели в центре. Хотели в центре. Хотели не самое дорогое. Вот. Ну, чисто вроде. Главное. Какой-то сарай. В общем, мы попили чай. И вышли. Хотим проехать до Эфелевой башни. Туда 3 километра и обратно. Мы решили поехать на метро. Или на автобусе. В общем, английский. Здесь пока у кого спрашиваем, практически никто не знает. Мы не знаем французского. Короче, пытаемся как-то на жестах найти, где что есть, куда нам надо и тому подобное. Не знаю, попадем мы сегодня или нет. Денис пытается с карты разобраться, которая тоже на французском. В общем, день еще, или вернее вечер будет тот. Нашли мы метро, но не нашли нужный нам убан нашего номера, который туда идет. Сейчас увидели остановку автобуса. Тут автобус стоит. И решили попробовать на автобусе. Туда знаем, что идет 42-й автобус. Так, кажется, я потеряла Дениса. В общем, мы спускаемся в метро. Нашли все номера, кроме нашего. Ну, в общем, нашли, оказывается. Сейчас Денис пойдет купить тикет. И поедем. С трудом купили мы вот такие билетики. То аппараты полные не дают сдачу, то не берут купюры. Ну, в общем, купили. Теперь идем дальше. А его билетики туда засунуть? Я кайману. Как же, оказывается, здесь все сложно и замудренно. В общем, с трудом мы прошли. Ну, когда ты не знаешь ничего. У всех в основном, видимо, какие-то абонементы, карты. Они подошли, потерли, по проходу приложили и пошли дальше. А у нас нормальные одноразовые тикеты. Такими никто не пользуется. Подсмотреть негде, что с ними делать. А оказывается, там надо было его засунуть в отдельное отверстие. Оно пропикает, проедет там и где-то выйдет. На выходе его забираешь, и тогда открывается тебе аппарат. Крутилка. Куда нам надо? Пытаемся попасть на фельдовую башню. Не наступит в чей-то зал. Я не знаю, что это такое. О! Жуть! Метро пошли, вот тут девятка. Вниз. Мы, походу, на другую сторону просто перешли. Блин, а мы пробуем уже китет. А ты куда? О, прошли. Здесь немножко другие двери. Театр снесутся. В общем, я так понимаю, если здесь стечение выбиваешься, то тебя просто затопчут. Нельзя. Вообще близко. У нас все так тихо и спокойно. Все просто. Подожди, а здесь уже другое название у девятки. Сейчас уедем опять куда-нибудь не туда. Заходи в проходим кормозит, а снесут, дорогая. Я не могу выйти в упор. А вот... Кошмар. Они хоть и... Если идешь, все равно снесут. Видишь, это другое название. Кошмар. Сколько же мы будем еще спускаться вниз? На какой этаж? Я не могу деться, честно сказать. Это четвертый уже или пятый этаж? Мы идем вниз. Девятка, М-ка. Но это другое название. Нам так и надо? Нет, нет. Нам нужен М-9. Похоже, мы еще не дошли. М-9. Вон вниз опять стрелка. Сейчас только прошли. Вот здесь, на это. Ну, либо это прямо. Кажется, мы начинаем в скорость местную вливаться. Все бегом и галопом. А, вот знакомое название. Прямо. Мы сейчас до Афель тут пойдем. Я тоже так думаю. Пешком бы, наверное, мы уже на полпути точно были. Наш был. 15 минут ждем. Наконец-то мы пришли. Но как раз-таки я оказалась бежать. И опоздали на пару секунд. Вернее, я опоздала. Похоже, мы будем вот в такой толкучке сейчас ехать. Нет, все прошло пустой. Это, видать, люди уже едут домой. На Афелеву башню нормальные люди в это время не ездят, похоже, да? Что сказать, что в это время нормальные люди на Афелеву башню не ездят? Они ездят уже оттуда. Наконец-то мы сели. Выходим. Мы приехали правильно. Значок стоит и указывает нам сюда. Пойду по краю. Как я и говорила, очень много людей уже ходит в шортах. А нам что-то показалось очень прохладно. Какие музыканты здесь работают. Кстати, это уже не первые. Они только начинают собираться. Мы еще встречали, которые тоже подключали аппаратуру и устанавливались. Вечерний заработок у молодежи. Я не знаю, где мы вышли. В общем, мы где-то вышли сейчас. Надо запомнить. Так что уже темно, и нам нужно будет вернуться, я так понимаю, этой же стороной с этого места. Сказал он перейти реку, и там будет Айфель тур. Реку? Нам что, надо найти теперь тогда мост? Так, ну, в общем, мы должны где-то пройти парк. А, ну, вот она она. Теперь какой-то нужен мост, чтобы пройти к ней, подойти. Так нам объяснили в отеле. Ничего так симпатичных. Сегодня горит вся. Желтым. Какое здесь количество народу. беру свои слова назад, что в это время сюда никто не ездит. Замелькало, оказывается. А у нее не по времени? Красиво. Кстати, это Эфелева башня, 330 метров. Сколько же здесь народу. Кстати, вот здесь можно купить портотип Эфелевой башни. И сияет почти так же. Я что-то не знаю, что сказать. В общем, я довольна и счастлива. Подарку спасибо мужу. Побывали мы, наконец, на Эфелевой башне. Мы два раза собирались и у нас срывались. На Новый год два раза хотели попасть. Но попали на 8 марта. А там еще что-то горит. Далековато идти, да? Наверное, собор. Вот туда тоже можно сходить. А вот мы подошли к ней, ближе спустились. А в общем, чтобы сфотографироваться с ней по центру, надо выйти на проезжую часть, на центр. И тогда ты будешь под этой аркой Эфелевой башни. Прикольно придумали. Какой здесь пейзаж. Подошли мы прямо в упор, можно сказать. Хотя вид, конечно, уже не тот. Обошли. Прошли мы контроль. Нас чуть ли не раздели совсем. Все вытащили, забрали мальца, выбросили наш. То есть квас. Мы объясняли, что он безалкогольный, тому подобное. Что это вода. В общем, сказали, все в мусорку. Хотите проходить в мусорку? В общем, мы выбросили. Ну вот, теперь... Опля. Мы прямо под самой Эфелевой башней. Завтра, наверное, здесь будет совсем все по-другому. Не так ярко, не так красиво. Мы хотим попасть вовнутрь, но не можем найти вход. Сейчас увидели, что здесь даже вот лифт ходит. И можно на лифту подняться наверх. В общем, ищем, где это можно сделать. Денис пошел спрашивать. Куда-то туда. Если на лифте хочешь, то вот здесь. Да, где-то здесь, если хотим, на лифте. А, вон, смотри, стоит. Здесь еще и очередь. Хотя не очень большая. 28 евро за каждого, да? Ночью, да? 28 евро за каждого. Подняться на лифту. Здесь опять контроль. Здесь опять очередь. Так, ну, вот приехал наш лифт. Ну, что, я не против. Так, ну, и куда мы? Куда-нибудь сюда, в центр. Ну, вот мы и поехали. Поднимается довольно-таки быстро. Да, страхово. 330 метров высота. Это второй этаж. А их сколько? Так, нас. Мы, в общем, доехали до второго этажа. Вывели. И сказали поменять лифт. А, в общем, мы куда-то идем дальше. А вот такой вот пейзаж отсюда. Со второго этажа. Кошмар, как высоко. Ужас. И это еще не верх. И это еще не верх. Честно сказать, мне что-то с высотой как-то страховенько. Это только второй этаж. А может, мы наверх не поедем? Может, мы пропустим эту часть? Чего-то мне как-то это... Он так быстро поднимается, что у меня все кишки перевернуло. Хорошо, хоть голодные. Так. Что-то мы куда-то идем. Идем непонятно. Вся Франция в лабиринтах. И опять текеты сканировать. И снова ждем. Все уже, 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 да? Так, ты, если че, я... Меня хватай. Как бы он не оборвался. Думаю, ночью, днем было бы страшнее и не так красиво. Так, ну, это мы приехали на самую вершину Эйфелевой башни. Ну, раз уж мы приехали, то поднимемся и на открытую площадку, на самый верх. Это башня, если я не ошибаюсь, 1889 года. Это железо давно, уже проржавело, наверное, все. Да, вот такой вот отсюда вид. Просто куча разных фонариков. Жуть. Где мы были? Ох, как здесь и дует. Ох ты, какой здесь ветер. Зато какой вид, какие мосты светятся везде. Все в фонариках. А, вот и прожектор как раз освещает. Кстати, этот прожектор луч с самой башни, с вершины. Он прямо над нами. Отвернулся. А, вот и прожектор этот светит. Обошел на нашу сторону. Какой луч. Ну, вот вы были с нами на Эйфелевой башне. В общем, мы сделали это. Мы побывали на самой-самой вершине Эйфелевой башни. Выше уже просто ничего нет. 330 метров. Эта башня построена в 1800, по-моему, в 89 году. Вы представляете, сколько ей лет? А твои впечатления, кроме того, что ты очень замерз? Классно. Летом было бы, наверное, здесь вообще идеально. Вот это Томас Эдисон, а это Эйфелева. Кстати, вот здесь вот такие вот мужчины сидят. Вот этот с правой стороны, в честь его фамилии, и назвали эту башню Эйфелева. В общем, это вот этот дядечка в темном костюме. Очень холодно здесь, очень-очень. Это была самая посещаемая достопримечательность в мире. По крайней мере, так стоит в интернете. Мы здесь были. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...